В 1970-е годы люди начали выкачивать кровь из этого членистоногого, и вскоре она стала самой дорогой жидкостью на планете. Однако ее добывают не из-за цены, кровь просто нельзя перестать откачивать. Почему? Давайте разбираться. Итак, у нас есть мечехвосты, и они очень нужны человечеству. Заменить их кем-то другим или вовсе забыть об их существовании просто нереально. А все потому, что прямо сейчас мечехвосты являются для людей ценным активом. По сути, у них скромная, но одновременно жизненно важная для людей роль, а отношение к ним выглядит примерно так. Поймай, получи немного крови, отпусти. Но мы живем в такое время, когда люди, наконец, серьезно задумываются о дикой природе и ищут способы оказывать на нее поменьше влияния. Само собой, на этом фоне было бы неплохо отыскать мечехвостам какую-то замену. Но некоторые специалисты предполагают, что появление альтернатив может изменить статус мечехвоста как товара. Почему? Следите за мыслью. Когда люди обнаружили, насколько мечехвост ценен в живом виде, это ему, конечно, навредило. Но еще хуже для животного вообще не иметь никакой экономической ценности. Тогда он, по сути, будет предоставлен на растерзание людям, которые видят в нем только наживу или деликатес. Мечехвост больше не будет нужен человечеству живым. То, что у мечехвостов забирают кровь, не единственная проблема, которая может постепенно привести к вымиранию. В последние годы сокращение популяции производство из-за разрушения прибрежной среды обитания и чрезмерного вылова рыбы. Это то, с чем сталкивается очень много других видов. И мечехвосты, к сожалению, тоже. Вот и получается, что эти факторы в сумме рисуют очень неприятную перспективу будущего. Как только мечехвост перестанет быть ценным, он присоединится к бесконечному списку вымирающих животных, до которого людям нет особого дела. Помните мышь, которая пару лет назад вымерла в Австралии, знали ли вы что-нибудь о том, что мышь в принципе находилась под угрозой исчезновения, пока она еще была жива? Думаю, что нет. Именно так все это и устроено. В общем, если перестать добывать из мечехвостов кровь, то они потеряют всякую ценность. Ну и закончится все, сами знаете чем. А теперь, пожалуй, стоит разобраться с тем, кто же такие мечехвосты в принципе и почему так нужны человеку. Сразу скажу, выглядят эти ребята не слишком приятно, но это совершенно нормально. Мечехвосты просто очень старые, иногда их даже называют живыми ископаемыми, поскольку в той или иной форме они существуют уже более 450 миллионов лет. За это время Земля пережила несколько крупных ледниковых периодов, великое вымирание, образование и последующий распад Пангеи, а также удар астероида, который убил динозавров, и большую часть жизни на земле. Другими словами, мечехвосты пережили то, что другие не смогли. В чем же секрет? Ну, помимо прочного панциря, непривередливости к еде и жизни в воде. Дело еще и в крови. Да, той самой, которая сегодня считается одной из самых дорогих жидкостей в мире. Литр стоит около 15 тысяч долларов. В 1970-х годах фармацевтические компании начали использовать химическое вещество, обнаруженное в крови мечехвостов, для проверки отсутствия в новых лекарствах вредных бактерий. Все началось с исследований Фредерика Бенга, патологоанатома, который стремился понять, как работала иммунная система этих древних морских животных. Бенг провел серию экспериментов по проверке крови мечехвоста и ее свойств. Он ввел бактерии из морской воды прямо мечехвосту, чтобы посмотреть, как кровь отреагирует на заражение. То, что обнаружил Бенг, в конечном итоге стало одним из важнейших элементов тестирования безопасности в современной медицине. Оказалось, что морская вода, зараженная бактериями, в крови мечехвостов слипалась в вязкую массу. Все потому, что у мечехвостов особенная, ни на что не похожая иммунная система. А способность изолировать примеси жизненно важна для выживания в насыщенной бактериями среде, особенно в прибрежной океанской среде обитания. Там они обитают во время нереста и в молодом возрасте. Поэтому мечехвосты были вынуждены что-то предпринять. И придумали вот такой способ. Сегодня знание об этом свойстве крови мечехвостов используется повсеместно. Когда химическое вещество вступает в контакт с опасными бактериальными молекулами – эндотоксинами, оно вызывает свертывание крови, замедляя распространение бактерий. Получается такой вязкий сгусток. Вот так просто и мгновенно можно проверить вообще все, что угодно. Новые лекарства, стерильность иголок, безопасность воды и еще многое другое. Короче, люди добавляют каплю вещества из крови мечехвоста в образец лекарства и ждут, свернется она или нет. Да, настолько элементарно. На самом деле каждый из нас так или иначе сталкивался с мечехвостом, даже об этом не подозревая. Потому что любое лекарство, которое было сертифицировано за последние 50 лет, проверяли с помощью этой самой крови. По сути, мечехвосты защищают нас всю нашу жизнь, а мы об этом даже не подозреваем. На месте мечехвостов мне было бы даже обидно. Более того, каждому из нас мечехвост, по сути, хотя бы раз спас жизнь. Потому что кровью мечехвостов проверяют новые вакцины на предмет загрязнения. Вакцины, которые мы использовали во время пандемии коронавируса, тоже прошли через мечехвостов. Делаете питомцу прививку от бешенства – снова помог мечехвост. У кого-то из ваших близких стоит кардиостимулятор? Спасибо мечехвосту! За качество искусственных суставов и имплантов сказать спасибо стоит тоже ему. Инъекционные препараты, растворы для внутривенного введения и имплантируемые медицинские устройства, как для людей, так и для животных, проходят проверку качества на безопасность с помощью теста, полученного из крови мечехвостов. Не представляю, что бы мы делали без этих ребят. Но ученые решили пойти дальше и придумать, как с помощью крови мечехвоста обнаружить примитивные формы жизни на других планетах. Они поместили ферменты крови в портативный прибор, который может проверять наличие признаков жизни. На микроорганизмы в почве, воде или любой другой среде кровь будет реагировать точно так же, как это происходит в лаборатории, то есть она будет сворачиваться. Получается что-то вроде лайфхака для исследователей. Если в образце с другой планеты есть микробы, кровь загустеет, как только с ними соприкоснется. А значит, мы обнаружим жизнь за пределами Земли. И снова спасибо мечехвостам. Возможно, в итоге окажется, что они запустили ракеты в космос, построили наши города и положили начало человечеству. Я уже не особо удивлюсь. Очень миленько. А теперь давайте разберемся, как у мечехвостов собирают их драгоценную кровь. После того, как животное ловят, в приемном отделении его осматривают и ополаскивают, чтобы мечехвост был готов к отправке в лабораторию. Работники лаборатории прокалывают ткани вокруг сердец животных и вставляют туда катетер. Обычно для наполнения бутылки с образцом требуется кровь двух самцов. Тогда как самки, которые могут быть на 25% крупнее самцов, обычно способны наполнить бутылку самостоятельно. Как правило, за 30 минут извлекается около 30% крови мечехвоста. После забора крови поставщики возвращают животных в прибрежную воду, из которой они были взяты изначально. В общей сложности мечехвост отсутствует дома около 48 часов. Я не случайно сказал про 30%. Такое количество крови берется для того, чтобы животные могли продолжать жить. Однако процедура не проходит бесследно. Считается, что от 10 до 30% мечехвостов, выпущенных после дойки, не выживают. В первую очередь, потому что сразу после забора крови они очень вялые, слабые и могут стать легкой добычей для хищников. Кроме того, самки после забора крови меньше размножаются и приносят более скудное потомство. Но проблема не только в заборе крови. Смерть мечехвостов часто вызвана совокупным эффектом. Их ловят, транспортируют, как-то с ними обращаются. Возможно, не всегда хорошо. Плюс животные проводят довольно много времени вне воды. Это вызывает стресс, а иногда и травмы. И вот тут самое время задуматься. Если часть мечехвостов погибает в результате всех этих манипуляций, почему эту самую часть не использовать? Например, употреблять в пищу. Тем более, что мечехвостов действительно едят в некоторых частях Азии. Они даже считаются деликатесом. Я лично не пробовал, но говорят, что по вкусу мечехвосты похожи на разные части краба и на лобстера. Но едят их не везде и не в большом количестве, потому что мечехвосты и так находятся под угрозой исчезновения. Они очень важны для людей. Если мечехвосты все-таки кончатся, человечество, конечно, из-за этого не вымрет. Поиски альтернативы уже ведутся. Результаты просто доработают и будет все-таки использоваться какой-то другой метод. Но как бы там ни было, есть мечехвостов не самая хорошая идея, учитывая, что люди сейчас всеми силами пытаются сохранить их популяцию. С употреблением в пище мечехвостов уже погибших после сдачи крови тоже есть проблемы. Они умирают на воле, в воде, а значит их бывает сложно найти. Потом нужно еще и достать их из воды, транспортировать, продать. Короче, никто не станет бегать и охотиться за мертвыми мечехвостами. Пока что есть такой альтернативный вариант. Мечехвосты, которых собираются приготовить, сначала арендуются биомедицинскими компаниями для обескровливания, и уже после этого их возвращают в рестораны, чтобы превратить в деликатес. Вот так выглядит реал обитания мечехвостов. Япония, Китай и США являются основными поставщиками их крови. Однако в США законом запрещено делать с животными что-либо после процедур в лаборатории. Их обязаны выпускать и оставлять в покое. В Японии и Тайване мечехвосты считаются деликатесом. Именно там их едят больше всего. В Китае мечехвосты тоже рассматриваются в качестве добычи, более того, там их в принципе не отпускают. Если после забора крови мечехвост выживает, его едят. Если не выживает, пускают на удобрения или в традиционную медицину. К счастью, мечехвосты в этих странах это только 20% рынка. Большинству везет гораздо больше. А знаете, что самое странное? Некоторые люди пьют кровь мечехвостов. Да, люди так делают. Считается, что кровь этого животного подобна нектару, и люди включают ее в свой рацион, чтобы оставаться здоровыми. Я только надеюсь, что они пьют кровь не в чистом виде, иначе это совсем отвратительно. Но что там с альтернативой крови мечехвостов? Подсчитано, что в среднем ежегодно более 400 тысяч мечехвостов подвергаются кровопусканию. И происходит это уже около 50 лет. Число увеличивается каждый год. В 2020 году оно, к примеру, достигло 700 тысяч особей. Современная биомедицинская промышленность слишком зависима от этой крови. До того, как свойство мечехвостов было обнаружено, в качестве тестов использовались кролики. Им вводили тестируемое средство, и если у кроликов повышалась температура, значит, средство было опасным. У человека оно могло вызвать лихорадку, проблемы со здоровьем и даже смерть. Какое количество кроликов погибало от этих тестов, думаю, вы можете представить. И только в последние годы фармацевтические компании наконец-то взяли на себя обязательства по созданию альтернативы, не причиняющей вреда животным. Более того, синтетический заменитель крови мечехвоста доступен уже около 20 лет. Но он не используется. Фармацевтические компании, которые доят мечехвостов, говорят, что эти синтетические заменители недостаточно проверенные и безопасные. Нужно провести еще ряд дополнительных тестов. И только потом... Возможно, тогда же будет лучше. Главное, чтобы переход на альтернативу был плавным, и сами мечехвосты из-за этого не вымерли. Потому что от этого пострадают не только люди. Мы тут много говорили о значении мечехвостов для нас с вами, но как-то не упомянули, что они вообще-то часть экосистемы. А значит, крепко связаны с другими животными. Например, и кроя мечехвостов питаются полосатые окуни и камбалы, а также терапины, которые вообще находятся под угрозой исчезновения. Чем меньше будет мечехвостов, тем хуже станет ситуация. Есть еще перелетные птицы, которые тоже рассчитывают на будущее потомство мечехвостов. Оно необходимо, чтобы продолжать путешествие. И только представьте, что произойдет, если эти птицы лишатся такой питательной добычи. По сути, вместе с мечехвостами исчезнет одно звено в пищевой цепи, и это может привести к катастрофическим последствиям. Так что давайте как-нибудь обойдемся без вымирания. Отказ от крови мечехвостов Не только защитники окружающей среды призвали прекратить применять в лабораторных исследованиях «голубую кровь мечехвостов». Совсем недавно к этим требованиям присоединился даже французский банк БНП Париба. Подразделение по управлению активами банка разослало письма 14 крупнейшим фармацевтическим компаниям с просьбой перейти в тестированиях препаратов на синтетический аналог крови мечехвостов. Не совсем то поведение, которое ожидаешь от банка, но мы со Стивом одобряем. Грустное прошлое мечехвостов Мечехвосты существуют на нашей планете чертовски давно, но о свойствах их крови узнали всего 50 лет назад. Что было до этого? Ну, пока люди не подозревали, насколько это ценные животные, мечехвостов активно добывали для удобрения и корма для скота. Это продолжалось с 1850 до 1920 годов. К 1950 добыча мечехвостов замедлилась, а к 1980 в некоторых местах и вовсе остановилась. Все потому, что люди наконец узнали об истинной ценности этих животных. Ну и об их стоимости, конечно. Необъяснимая смерть Каждый год мечехвосты выползают на берег у японского города Китакюсю, чтобы отложить яйца. Обычно из примерно 2000 вылезших на берег пар особей погибают 50-60 членистоногих. В 2016 году число погибших значительно выросло. Уже около 500 мечехвостов. И никто не знает, почему это произошло. Может быть, из-за повышения уровня моря в связи с глобальным потеплением. Может быть, из-за нехватки мест для кладки яиц и недостаточного питания. А может быть, есть какая-то другая причина, о которой мы даже не подозреваем. Исследователи отмечают, что мечехвосты довольно поздно достигают полового созревания. Поэтому гибель сразу 500 особей – это серьезный удар по ним. Мечехвосты живут около 20 лет, а размножаться начинают только на 9-12 году жизни. Старше, чем динозавры Мечехвосты существуют уже более 300 миллионов лет, что делает их даже старше динозавров. Не так давно ученые обнаружили окаменелости их древних предков, живших 445 миллионов лет назад. В то же время динозавры впервые появились примерно 200 миллионов лет спустя в мезозойскую эру, и то для того, чтобы потом вымереть. Мечехвосты – ничего, живут и даже сохранились в четырех разных видах. Мечехвост-паук Нет, не буквально, можете выдохнуть. Не так давно ученые выяснили, что мечехвосты, несмотря на среду своего обитания и общее сходство с крабами, крабами не являются. Настолько, что даже не состоят с ними в родстве. Мечехвосты – арахниды. Такие же, как пауки, скорпионы, клещи и множество других ножных животных, обитающих на суше. Да, именно тех животных, которых принято бояться или говорить про них «фу». Чтобы понять это, ученым пришлось секвенировать огромное количество генетического материала мечехвостов и арахнит, а затем использовать все это для построения семейного древа. А теперь осознайте тот факт, что мы, по сути, обязаны своей жизнью кузенам пауков. Я оставлю вас наедине с этой мыслью. До скорого!